Здравствуйте! В эфире Тагил ТВ Экспресс Новости. Я, Алла Кузнецова, готова рассказать о событиях пятницы коротко. Прокуратура Дзержинского района направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, избившего подростка. Жителя поселка Свободный винят в причинении средней степени тяжести вреда здоровью 12-летнему школьнику. Напомню, 1 октября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он и его товарищ напали на мальчика. Они оскорбляли несовершеннолетнего, бросали камни, били руками и ногами. Школьник был госпитализирован сотрясением головного мозга, с закрытым переломом челюсти и черепно-мозговой травмой. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Катание со всех горок будет бесплатным. Заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров опроверг заявление многих СМИ о том, что самая большая восьмиметровая горка будет платной. В целях безопасности катание с нее будет осуществляться исключительно на бубликах. Для тех, у кого их с собой не окажется, можно взять на прокат. Стоимость будет зависеть от времени использования инвентаря. Ледовый городок и главную елку откроют 25 декабря. К параду новогодних представлений впервые после реконструкции присоединился Нижне-Тагильский цирк. В ближайшую субботу здесь состоится премьера спектакля «Волшебный бал Золушки». А сегодня финальный прогон. Нашей съемочной группе удалось побывать за кулисами и узнать, что ждет гостей новогоднего шоу. Как оживает сказка, смотрите специальный репортаж Сергея Трупанова в итоговом выпуске. Такова была информационная картина к этому часу «Больше новостей» на нашем сайте tagildefistvn.ru Итоги дня подведем в 20.00. Не пропустите. Субтитры создавал DimaTorzok